Ольга Александровна, в одном из своих последних интервью на одной из радиостанций губернатор сказал, что на данный момент укуплектованность кадрами в медучреждениях около 52%. Вот как в режиме такого кадрового дефицита мы выкручиваемся? Мы работаем в том числе и с учетом совместительства. Мы работаем по кадровой программе. Уже на сегодняшний день у нас пришло свыше 200 врачей в наш регион. В первый раз мы достигли таких показателей. Очень хорошо сработала кадровая программа, за что отдельно вся отрасль благодарна Владимиру Сергеевичу. Вы знаете, что большая кадровая программа и к нам даже из других регионов в этом году приехали 48 докторов, которые получили выплаты. Поэтому мы неплохо в этом году справляемся. Мы обучили докторов и по высоким технологиям. К нам приехал 32 гражданина Украины и свыше 150 человек молодых специалистов. Поэтому, наверное, можно сказать, что лед тронулся. А как мы сумели переманить вот этих 40 врачей? Ну, во-первых, мы очень много ездили. Последние три года, которые мы работаем, мы сняли ролик. Мы презентуем область во всех университетах. Нам предоставили площадки. Размещаемся везде на сайтах. То, что связано с трудоустройством. И плюсом, конечно же, очень хорошая программа кадровая, как я сказала, и студентов. Мы берем студентов с Тульского университета нашего мединститута, с Рязанского государственного университета медицинского и возим их в учреждения здравоохранения и в районы. То есть заранее студенты шестого курса интерные ординаторы видят возможности, где они могут быть трудоустроены, разговаривают напрямую с будущим работодателем, с главным врачом, понимают, какой будет функционал, какая будет заработная плата, в каких условиях они будут жить и работать. Плюсом, безусловно, это фонд жилищный, который создан впервые в этом году. Закуплены квартиры в Богородицке. Это плюс четыре врача, которые просто в очередь стояли. Сейчас последние работы проводятся по сдаче квартир в Веневском районе. Это шесть квартир. Куплены квартиры в Черни. Плюсом мы компенсируем за найм жилого помещения врачам. И выплаты наши 800 тысяч редким специальностям и 500 всем врачам, приехавшим впервые работать в Тульскую область. Я думаю, все это в совокупности сыграло большую роль. И плюсом, конечно, то, что мы выполняем 597 указ президента, то есть зарплату наших врачей достойная. А есть цель закрыть 100% дефицита? Мы планируем закрыть совместительство, чтобы у врачей было где-то полторы ставки. А сейчас сколько? А сейчас 1,8, 2,2 в зависимости от специальности. Это в педиатрии больше. Для чего это делается? Для того, чтобы врач имел нормальную нагрузку, которую он может тянуть, чтобы мы могли держать достойную заработную плату, которая все-таки зависит в том числе от нагрузки и от качества выполненной работы. И в этом случае мы готовы принять в область, если у нас получится, 500 врачей. А есть понимание, за какой период? В ближайшие 2-3-5 лет? В принципе, мы это планируем за 3 года. Понятно, что у нас кадровый дефицит. А что с другими регионами Центрального федерального округа? Как мы смотримся на их фоне? По-разному. Если брать СФО, то у нас ситуация ближе к плохонькой была до последнего момента. Но вот мы были последний раз на совещании Ольги Кузьминовичной-Отюковой, и работа области была оценена как достаточно прогрессивная и хорошая. Поэтому я думаю, что мы выйдем вперед, даже несмотря на то, что у нас очень много врачей пенсионного возраста. Я вам приведу пример. Студентов 6-го курса сейчас целевиков будет выпускаться всего 86. А наших целевиков, которые учатся на первом курсе, будет выпускаться свыше 200. Еще одна большая проблема. Во всяком случае, телезрители нам очень часто звонят. Электронная очередь. Когда же она заработает? Потому что люди приходят, берут эти талончики в этих специальных терминалах, приходят, им говорят, нет, ну здорово, что у тебя есть талончик, но вот живая очередь, так что давай в конец. Когда же схема-то заработает? Да, хороший вопрос. Заработает, наверное, тогда, когда полностью заработает вся информационная система. К сожалению, запущены только несколько блоков. Мы работаем совместно с профильным министерством. Само Министерство здравоохранения ничего не запускает, как вы понимаете. То есть мы получатель, по сути, вот этого технического исполнения. Что сейчас, в чем проблема? Ну, во-первых, проблема, наверное, есть техническая. Есть проблема с актуализацией расписания. Безусловно, еще сказывается кадровый дефицит. Но, на мой взгляд, есть еще и проблема, немаловажно это в наших уважаемых жителях. Потому что все-таки жители зачастую приходят без записи. Люди, которые не пользуются электронной регистратурой и пытаются пройти вне очереди, как это было, в общем-то, всегда. Как привыкли? Как привыкли, к сожалению, да. Но мы работаем. Мы работаем, мы объясняем, что есть еще и колл-центр. Можно еще по старинке звонить в регистратуру. Мы пока что не отказываем. Мы не делаем резких вот этих обрывов, чтобы людям, особенно пенсионного возраста, было удобно в том числе прозвониться в регистратуру. Но, наверное, нужно еще время. В 2015 году многие эксперты предрекают, ну, значительный рост цен на лекарства. Насколько Тульсковость готова к тому, что жизненно важные необходимые лекарства будут значительно дороже? Ну, дело в том, что есть перечень жизненно необходимых и важных лекарственных средств. Он определен правительством Российской Федерации. Там 7,5 тысяч наименований. Их достаточно, чтобы лечить пациентов при разных диагнозах. Поэтому значительного роста там не будет. И сейчас, в данный момент, не наблюдается за пределом этих цен какие-то накрутки. А что будет с лекарствами, которые вот очень дорогостоящие заказываются за границей для людей, у которых там какие-то сложные, редкие заболевания? С ними что будет? Мы не планируем пока не объявлять или занимать выжидательную позицию. На данный момент у нас идут аукционы. У нас всегда для здравоохранения это сложный момент, когда идут закупки, в том числе медикаментов и расходных материалов на следующий год. Поэтому сейчас аукционы идут, они все играют. Мы надеемся, что все заключенные контракты будут исполнены. Во всяком случае, у нас-то на особом контроле. У нас разработан некий порядок антикризисных мер, которые мы проводим. Мы встречаемся с поставщиками, мы пытаемся обсуждать. Мы не объявляем аукционы таким образом, чтобы они не сыграли. Мы стараемся предотвращать все срывы, то, что касается лекарственной области. В следующем году еще одно нововведение по линии Министерства здравоохранения. Пациентам будет выдаваться так называемый прескуран. Сколько стоило его лечение? А зачем? Ну, мы, во-первых, уже это делаем. Мы в пилоте. Наш регион вошел в семерку пилотов, и мы уже начали это делать. Это носит информационный характер. А вот цель? Вот просто показать, сколько стоит вас вылечить? Да, да. Фонд медицинского страхования поставил следующую задачу, чтобы пациент знал, во что обходится государство лечения. Хорошо. Еще одно нововведение со следующего года, что врачи будут пользоваться электронным заказом лекарств. Нет ли тут проблемы, что возможен сговор между врачами и конкретными медкорпорациями, которые будут говорить врачу, я тебе дам денег, заказывай у меня вот это? Нет, это исключено. Объясню, почему. Это касается только льготной категории граждан, которые в рамках 178-го федерального закона получают медикаменты в аптечной сети. Что делается сейчас? Сейчас учреждения здравоохранения заказывают для прикрепленного населения льготные категории медикаменты. Эти медикаменты объявляются аукционом через Министерство здравоохранения Тульской области. И в дальнейшем, в соответствии с госконтрактом, разнарядкой поступают в аптеки, которые обслуживают именно эти учреждения здравоохранения. А что происходит сейчас? Сейчас происходит следующее. Доктор не видит в режиме онлайн именно этот препарат, именно в этой аптеке. Он есть на данный момент или его уже забрали? Ведь определенное же количество привозится препаратов под заказ. А мы знаем, что у нас пациенты, к сожалению, появляются новые инвалиды. И мы их все равно обязаны обеспечивать и не говорить о том, что на вас не заказано приходить через полгода. И вот для того, чтобы доктор видел в режиме онлайн, есть ли этот медикамент именно сейчас в прикрепленной аптеке, мы это и делаем. Если нет, он просто прозвонит аптеку, уточняет, когда с другой точки привезут в эту аптеку данный препарат и когда пациента можно направить. Высокотехнологичную помощь. Кто на нее может рассчитывать? Что до сих пор Тульская область, какие услуги не может оказывать и куда мы отправляем? Любой житель на самом деле Тульской области имеет право на получение высокотехнологичной медицинской помощи по показаниям. Для этого человек обращается изначально в первичное свое звено, в поликлинику. Если есть необходимость, он отправляется на консультацию в областную клиническую больницу, третий уровень оказания медицинской помощи. И там уже комиссионно принимается решение о целесообразности. Есть специализированная медицинская помощь, которая полностью закрывается и граждане получают на территории Тульской области. Есть высокотехнологичная медицинская помощь. Но по сути это не разовая услуга МРТ, УЗИ, консультация. Это некий перечень набора отдельных услуг, складывающийся в одну и дающий человеку возможность почувствовать себя по-другому, более качественно начать жить. Мы увеличиваем тем самым продолжительность жизни, повышаем качество жизни. У меня недавно было два обращения подряд. Они меня, с одной стороны, порадовали, хотя это было обращение вроде как жалоба. Объясню почему. Достаточно молодая женщина, 40 с небольшим лет, обращается с жалобой на МСЭ. Медико-социальная экспертиза отказала в группе инвалидности, признав ее здоровым. Она получила у нас услугу эндопротизирования в областной клинической больнице. Все функции были восстановлены. Вот это цель нашей работы, понимаете? Чтобы человека возвращать качественной, нормальной, достойной жизни. А за границу, за счет областного бюджета отправлять? Значит, наша компетенция заканчивается Москвой. Компетенция субъекта Российской Федерации. То есть, если мы должны направить человека на те технологии, очень высокие, которые не предусмотрены в субъекте Российской Федерации, которые малочисленны, и оснащение клиник субъектовых нерационально, тогда мы отправляем в Москву. И только Москва может направлять за границу или не направлять. Это компетенция Министерства здравоохранения Российской Федерации. А как часто в Москву мы отправляем пациентов? Ну, как вам сказать, достаточно часто. Я бы сказала, что в этом году мы направили 3600-3700, вот на данную дату прям не скажу, человек, которые, в общем-то, получили консультацию и квалифицированную медицинскую помощь. Мы не выбиваемся от других регионов. Мы все, что мы должны на своем уровне выполнять, мы полностью выполняем, вплоть до эндоваскулярных методик. Много говорилось и в прошлом, и позапрошлом году о строительстве перинатального центра в Толе. Когда он будет? Мы работаем с документами. На сегодняшний день уже вся наша работа, такая долгая и нудная, подошла к логическому завершению. Проводится экспертиза проектно-сметной документации. Мы надеемся, что где-то в начале, в середине февраля мы подадим документы, пакет документов, подготовленные в соответствии с требованиями Федеральной адресной программы Министерства здравоохранения Российской Федерации. Там уже будет пакет рассматриваться. А примерные сроки его? Ну, примерно мы надеемся, что если они нас в 15-м рассмотрят и включат, то на 16-й год. Начнется строительство? Ну, надеемся, если нас включат программу, если она будет утверждена, программа Российской Федерации, конечно. Еще два года назад очень много говорилось, что пациенты предпочитают частные клиники государственные, потому что там качество услуг гораздо выше. Вы как-то мониторите ситуацию? Что сейчас? Насколько большой этот отток? Небольшой? Мониторим, конечно. У нас же отток и врачей в частной структуре идет порядка 18-20%. Конечно, мы мониторим. Я бы, наверное, не стала говорить частная клиника. Клиника, на мой взгляд, это многопрофильная серьезная больница, вроде нашей властной клинической, понимаете, да? Я бы все-таки говорила про поликлиники и консультативные центры. Мы мониторировали эту ситуацию, мы проводили соцопрос. Что получилось? Что говорят наши жители? 20 с лишним процентов говорят о том, что нет очередей. Это огромный плюс. Более 20% говорят о более благожелательно настроенных медицинских работниках именно в этих поликлиниках. Но только 9% говорят, что медицинская помощь качественнее, лучше и эффективнее. А есть цель все-таки забрать тех пациентов из частных поликлиник назад государственные? Ведь это же зарплаты врачей, правильно, из фонда медицинского страхования? Да, но, к сожалению, забирать-то и нечего. Давайте поговорим так. У нас участковый принцип медицинского обслуживания. То есть я веду переговоры с частными структурами о том, чтобы они вошли в программу МС и взяли на себя труд не оказывать единичной консультации, а все-таки отвечать за пациента от начала до конца. Что я предлагаю? Взять участок и полностью в соответствии с законодательством нормативной базы другой, имеющейся в Российской Федерации, отвечать за этот участок, начиная с первичного профилактического наблюдения и заканчивая диспансерным наблюдением с полной сдачей отчетности, как положено. На мой взгляд, это будет здоровая и честная конкуренция между государственными и частными структурами здравоохранения. Но, к сожалению, как я уже сказала, пока что не торопится входить и брать участки. У нас по МС из негосударственных сейчас изъявилось желание, я думаю, что мы хорошо дальше будем работать, это не государственное учреждение здравоохранения, а железнодорожная больница. Единственная по всем городу. Да, мы ведем переговоры. Я думаю, что это очень будет удобно жителям, которые рядышком живут. Это достойная больница, на мой взгляд, поликлиника, она многопрофильная. Поэтому, если у нас все сложится, то жители будут не направляться там достаточно далеко от дома в третью поликлинику, а будут наблюдаться ближе к дому. Ольга Александровна, из года в год. Тема скорой помощи, точнее скорости, за которую они доезжают от своей базы до пациента. Сколько сейчас по нормативу они должны тратить время на дорогу? Ну, скорая медицинская помощь не, в общем-то, сложный процесс. И на самом деле Министерство здравоохранения Российской Федерации подписало приказ, где работу скорой медицинской помощи подразделяют на экстренные вызовы и неотложные. Есть экстренные вызовы, которые должны обслуживаться до 20 минут. Это инфаркт миокарда, это ДТП, это случаи, которые угрожают жизни. Есть неотложные вызовы, такие как повышение артериального давления, высокая температура, но те, которые не угрожают жизни в ближайшие 20 минут. Зачем это сделано? Я думаю, что это первая ступенька к тому, чтобы все-таки жители нас услышали. Есть первичная медико-санитарная помощь, есть поликлиника. И все-таки хронические заболевания надо корректировать, наблюдать, принимать лекарственные препараты, вовремя консультироваться именно в плановом режиме. Это будет и профилактика смерти. Это будет говорить о том, что скорая помощь может кому-то на самом деле на неотложный вызов приедет быстрее. Потому что у нас, к сожалению, до сих пор 50% вызов к хроническим пациентам, которым давно уже подобрано лечение, но которые по той или иной причине или не идут на лечение или не соблюдают рекомендации врача, в том числе и диету, в том числе и кратности, и дозировку применения препаратов. Мы сейчас в поликлиниках начали открывать и будем открывать дальше кабинеты неотложной медицинской помощи. Мы не будем подменять скорую медицинскую помощь, но чтобы вызовы врачи обслуживали быстрее, если необходимо выезжали фельдшера на какие-то моменты, мы будем закрывать это кабинетами неотложной медицинской помощи. А линейку в 20 минут мы выдерживаем по области? Сейчас, да, по экстренным вызовам мы выдерживаем. Мне бы хотелось, чтобы жители относились с пониманием. У нас открыт форум, открыта моя личная электронка, я каждое обращение наших жителей рассматриваю, контролирую, смотрю лично. Мне бы хотелось, чтобы здесь у нас были партнерские отношения, чтобы было понимание разницы между экстренностью, когда напрямую есть угроза жизни пациенту и разница все-таки неотложного вызова. Спасибо вам за интервью. Спасибо вам. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok